Во второй тур президентских выборов во Франции, которые состоятся 24 апреля, вышли кандидат от национального объединения Марин Ле Пен и действующий президент Эммануэль Макрон. Можно совершенно точно сказать, что у Эммануэля Макрона больше нет поддержки большинства, о чем свидетельствуют не только результаты первого тура, но и протесты, прокатившиеся по всей стране. И реакция Евросоюза, особенно США, на то, что возможным результатом выборов может стать избрание Марин Ле Пен, буквально истеричная. Связано это с тем, что в отличие от Макрона, Ле Пен нечего скрывать, и она склонна говорить правду. Именно в этом заключается секрет ее популярности. Давайте разберемся с ситуацией более подробно. Например, Марин Ле Пен задается вопросом, зачем Франция тратит государственные деньги на поддержание давно устаревшего и морально, и технически блока НАТО, который служит прежде всего для отмывания денег американцам и который, кроме разрушений и нагнетания напряженности, ничем не занимается. Ни о каком поддержании мира, и тем более стабильности, речи не идет. Те цели, для которых создавался блок, не достигаются. Наоборот, присутствие войск НАТО ведет к ожесточенному противостоянию в тех местах, где они находятся. Что на это можно ответить? Кроме сказок об агрессивных русских и добропорядочных всех остальных. Эксплуатация этой темы привела к тому, что в Европе появился фашистский режим. В Украине. И европейцы, и американцы не просто поддерживают этот режим, они его взращивают, лелеют и оказывают постоянную помощь. Рост популярности Макрона был связан с тем, что он время от времени взаимодействовал с российским президентом, якобы по вопросам миротворческого характера. Но последние действия показали, что Франция не только оказывает военную помощь Украине, но и непосредственно ее военные инструкторы и наемники участвуют в военных действиях на стороне Украины. И неважно, являются ли они кадровыми военными или представляют некие частные структуры. То есть Макрон прежде всего заботится о том, чтобы скрыть эти неприятные для него факты. Поэтому и был так настойчив к вопросу открытия гуманитарных коридоров по выходу из Мариуполя именно военных в первую очередь, а не гражданского населения. Сейчас он отправляет представителей жандармерии, чтобы якобы расследовать некие военные преступления. Но совершенно очевидно, что военные преступления должны расследоваться представителями международного сообщества. И если идут попытки обвинения в них России, то Россия должна иметь возможность участвовать в этом процессе. Во-первых. А во-вторых, до того, как представители жандармерии приехали на Украину, французские СМИ просто по постановочным кадрам, которые не выдерживают никакой критики, слепо обвинили Россию во всех грехах. Уже сам этот подход без основательных обвинений и манипуляций со стороны французской прессы характеризует Эммануэля Макрона как политика, по крайней мере, не совсем честного и зависящего от воли США. И когда Марин Лепен говорит о независимости Франции, становится понятно, о чем идет речь. Это действительно самодостаточная и богатая страна, которая перегружена обязательствами по отношению к Соединенным Штатам, в том числе за счет сокращения доходов собственного населения и ухудшения их жизни. Лепен считает, что интересы французов должны ставиться превыше всего. За последние две недели ее рейтинг практически удвоился. И хотя большинство аналитиков отдают предпочтение Макрону во втором туре, оставшаяся одна неделя играет на пользу Марин Лепен. Все больше французов начинает понимать, что реальность, существующая на страницах газет и высказываниях Макрона, отличается от того, что есть на самом деле. Пропагандистская машина во Франции сейчас работает на полную мощность. Именно американские политические консультанты организуют предвыборную кампанию Макрона. Он старается сейчас встретиться как можно с большим количеством избирателей ищет от них поддержки, но далеко не всегда ее находят. Независимо от того, кто победит на выборах во Франции, существующая ситуация в Европе будет меняться. Те, кто искажает действительность, рано или поздно теряют свои теплые места. Долго прагматичная Европа не может зомбироваться влиянием США. Рано или поздно мир, а с ним и европейское сообщество примут выбор в пользу честных политиков, а не политиканов, для которых война мать родная. И тогда после своих лживых, агрессивных заявлений, такие деятели, как Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, Борис Джонсон не просто будут вынуждены уйти из политики, а ответить за свои преступления. Именно поэтому так разволновались сейчас в Европе и Америке. В любом случае, это начало конца империи лжи. Субтитры создавал DimaTorzok